По поводу баннерной слепоты, смотрите, значит, сейчас 2019 год, и ту проблему, которую я вижу, которая сейчас супер актуальна, это то, что люди находятся в состоянии автопилота, в состоянии неосознанности большую часть своего времени. Что такое состояние автопилота? Состояние автопилота – это когда люди делают все на автоматизме. Вспомните, как вы встаете с утра, вы поднимаетесь с кровати, одеваете носки, трусы, идете в туалет, чистите зубы, моетесь, одеваетесь, едете на работу, и вот эти два часа вашей жизни с утра, они, по сути, получаются на автомате. Потому что если будете задумываться о том, что нужно делать, то есть мозг будет контролировать каждое ваше действие, то у вас мозг просто взорвется. Таким образом, задача мозга в условиях большого количества информации, которую он воспринимает каждый день, большую часть действий переводить в состояние автомата. Простой пример. Я сейчас вам скажу, что вы дышите. Сконцентрируйтесь на том, что вы дышите. Все, вам сейчас придется свое дыхание контролировать. И это пример того, что многие вещи мы просто не осознаем. То есть оно находится в состоянии автопилота, либо в состоянии такого, как рептильного мозга еще так называют. Получается, у нас два мозга. Есть внешний, есть внутренний. И, соответственно, все задачи, которые могут быть на автомат переведены, такие как дыхание, какие-то бытовые вещи. Вот вспомните, скажем, вот вы едете в метро и читаете какую-то книгу. Бывало ли у вас такое, что вы вроде читаете книгу, но потом понимаете, что вот вы прошли страницу и ничего не запомнили. Вы пытаетесь перечитать заново эту страницу. Вот про это как раз и есть. Это состояние баннерной слепоты, состояние автопилота. Что такое баннерная слепота в маркетинге? Когда вы видите какую-то рекламу, вам показывают, и вы ее просто не воспринимаете. То есть мозг, он научился фильтровать большую часть информации, которую мы видим, и, соответственно, он таким образом нас защищает, чтобы у нас просто кукуха не поехала. Вот. И в условиях такого формата работы мозга нам нужно пробиваться через эту баннерную слепоту и делать так, чтобы наши месседжи рекламные, наша коммуникация, она доходила до потенциального клиента. Как это сделать? Значит, первое, что я вам посоветую делать, это разрыв шаблона называется. То есть нужно ломать первичный шаблон поведения, либо какие-то догмы, какие-то устоявшиеся социальные нормы. Предположим, скажем, вот взять рекламу Келлин Клайн, которая недавно взорвала интернет, где они поместили на афишу такую тучную женщину, да, и, ну, афроамериканку, вот, и написали, типа, мой Келлин Клайн, вот. Это провокация, то есть это провокация, это разрыв шаблона, как раз сегодня в Минске выступал с этой темой, равнодушных не осталось, там более тысячи человек, там кому-то очень понравился кто-то меня, видимо, новые хейтеры у меня появились, вот. Я рассказывал там в течение часа, как пробить баннерную слепоту с помощью техник NLP, и программирования, фрейминга, там, и других психологических приколюх. Вот, один из них, это как раз разрыв шаблона, это когда вы делаете что-то не так, что от вас ожидают. Предположим, если вы показываете в рекламу бабушку с фаллоимитатором, вот это разрыв шаблона, там, либо, не знаю, там, зеленая апельсина, это разрыв шаблона, вот. Соответственно, вот если вы будете такие моменты внедрять в рекламу, в ваше рекламное сообщение, то что происходит? Мозг, он привык, что апельсин красного цвета, оранжевого, да, то есть, ну, он, у него в голове это отложилось. Когда он видит зеленый апельсин, он думает, что что-то не так, то есть, он включается. То есть, для него это, вот эта провокация, для мозга это риск, это небезопасно. То есть, мозг включается и пытается понять, угрожает ли нам что-то. То же самое с матом. То есть, если я сейчас начну материться, то, ну, кому-то это будет окей, кому-то нет, но, в любом случае, мозг ваш включится, потому что, ну, многие вообще тренеры НЛП, там, скажем, где Астоний Робинс работал два года, они это используют. То есть, они используют, это еще техника якорения называется. То есть, когда вам хочется, чтобы на определенном моменте вашей речи, на какой-то фразе люди заострили внимание и сконцентрировать их на этом, то можно использовать такие моменты, как быстро повысить голос, так говорить громко, потом тихо, да, там, либо сматериться, да, либо, в общем, разорвать шаблон. И это можно использовать в рекламе, в маркетинге. Другие примеры того, как пробивать баннерную слепоту, это, скажем, ментальные крючки, вот, ну, или в простонародье триггеры. Таких триггеров порядка существует 30, вот, основные триггеры – это любопытство, социальное доверие, авторитет, ограниченность предложения, коллекционирование, общий враг, да, то есть, вот, скажем, триггер общего врага, как использовать. Возьмем, скажем, Навального, да, то есть, Навальный – это оппозиция, да, оппозиция, соответственно, это, то есть, триггер общего врага, который срабатывает на большую массу людей, и он их это объединяет. Вот, если отойти от политики, скажем, вот, есть такие забавные воины брендов, там, БМВ, там, с Мерседесом воюют, да, скажем, либо Макдоналдс с Бургер Кингом, как, то есть, они, получается, тоже на провокации, на общем враге это все делают, то есть, триггер общего врага, скажем, у Бургер Кинга позиционировано такое, что они котлеты делают, типа, с этим, ну, на фритюре, а в Макдоналдсе – это на масле, вот, это общий враг, то есть, мы боремся против чего-то. Да, то же самое с социальными рекламами, там, против рака груди, там, не знаю, против, там, гомофобии, против всего чего-то, то есть, это мощные триггеры, которые людей заставляют объединяться. Дальше, что можно еще использовать? В рекламе сейчас идет тренд использования лица, да, то есть, вот, если вы, скажем, продвигаете, там, инфобизнес, там, либо тренинги, конференции, какие-то семинары, либо что-то связано с услугами, которые завязаны на вас, как на человеке, на персоне, то можно использовать лицо человека, потому что оно приковывает к себе внимание. Плюс еще очень важно, какую вы используете, какое положение лица, то есть, если я буду смотреть в экран, конверсии на 100% больше, чем если я буду смотреть из экрана, да, вот, плюс психоколористика, то есть, цвета, какие вы используете, красный, он всегда привлекает к себе внимание, это цвет агрессии и секса, то есть, если вы будете использовать красный цвет в своей рекламе, то оно привлечет к себе внимание, вот, вот такие моменты нужно понимать, это еще нейромаркетинг называется, да, то есть, влияние на как раз этот рептильный мозг, который нельзя контролировать, его невозможно контролировать, он у нас сформировался, ну, там, тысячелетиями, вот, и, соответственно, мы живем по его правилам, вот, скажем, пример какой, который могу привести, прямого влияния через слова, через какую-то коммуникацию на ваше ощущение, мироощущение, это еще называется фрейминг, то есть, в NLP он часто используется, либо, там, скажем, в быстрых знакомствах, в спиддейтинге, там, либо в пикаперстве, да, что такое фрейминг? Фрейминг – это когда вы помещаете человека в определенные предлагаемые обстоятельства, вызываете у него определенные эмоции, вот, если брать пикаперство, то, когда мужчины хотят познакомиться с женщиной, они вводят в состояние определенное эту женщину, там, вопросами, типа, вспомни, там, свой самый горячий страстный поцелуй, все, она туда уходит эмоциями, тело начинает тут же реагировать, то есть, оно, там, естественно, появляется, ну, то есть, она начинает краснеть, сосуды расширяются, вот, это, соответственно, прямое влияние на человека, таким образом, простой пример, вот сейчас представьте, что вы взяли дольку лимона, и этот лимон вы кладете на язык, да, и вот прям выжимаете этот лимон, и прям чувствуете, как сок лимона, он прям вот в вашей полости рта, вот, у кого пошло слюноотделение, напишите плюсы, вот это как раз прямое воздействие, да, то есть, пример прямого воздействия, я же, по сути, не давал вам лимон, и вы сейчас его не едите, но мозг он отреагировал, да, очень много вот этих моментов мозга, которые, если вы хотите быть крутым маркетологом, и чтобы пробивать баннерную слепоту, и чтобы ваша реклама была высокоэффективна, нужно изучать, нужно знать. Изучайте НЛП, опять же, изучайте нейромаркетинг, изучайте психологию, там, изучайте работу мозга, вот, то есть, чем чаще я занимаюсь маркетингом, тем больше я понимаю, что маркетинг – это не только цифры, это не только таргетированная реклама, это еще и творчество, творчество и понимание психологии, то есть, вот, творчество и психология, если вы добавите эти два пункта в свои рекламные, там, коммуникации активности, то оно не заставит себя долго ждать, и вы получите большой результат, поверьте мне, да, вот, что еще можно делать при баннерной слепоте, да, то есть, если он на вашу рекламу никак не реагирует, это подготовить точки касания, то есть, простроить такую карту касаний, так, вот, модераторы, подскажите, как мне здесь шарить экран, чтобы показать скриншот, если есть такая возможность, а, вот, share экран, вижу, так, desktop, share экран, есть, share экран, так, мой экран видно, подскажите, видно, окей, сейчас я вам покажу карту точек касания, которые я разрабатывал для одной компании, у которой была проблема с дороговизной заявки, то есть, у них заявка была полторы тысячи рублей, компания занимается автоматизацией ресторанов, и проблема была в чем, то, что у них основные рекламные активности велись, ну, реклама была типа из серии, поставьте нашу систему автоматизации свой ресторан, проблема в чем, в том, что они показывали рекламу, будучи даже на целевой аудитории, но при этом у этой целевой аудитории еще не сформирован спрос, не сформирована мотивация ставить себе автоматизацию в ресторан, то есть, они еще до этого не дошли, вот, то есть, понимаете проблему, да, то есть, это та потенциальная аудитория, которая нужна, но у них еще не сформировано это предложение, А когда у них сформируется этот запрос, они куда идут? Они же не идут искать к этой компании, типа, все, мы как бы подогрелись, давайте с нами работать. Нет, они идут в Google, в Яндекс. В Google, в Яндекс, соответственно, это те рекламные каналы, где большое количество конкуренции, и там все как коршун налетают, типа, купи, купи, купи. То есть выкупают всю ссылочную массу вверху, все баннеры, все тизеры, и, соответственно, там хрен пробьешься. Что я предложил данной компании? То есть вот, если вы видите на экране, это модель точек касания, которая позволила компании получать заявки не за 1500 рублей, а, внимание, 120 рублей. При этом конверсия по оплату была такая же, даже выше. За счет чего? Если вот вы видите экран, надеюсь, вы увидите. Здесь вначале первое касание, которое я совершаю с клиентами потенциальными, это я показываю, я прохожусь по общим болям. То есть я не говорю, типа, поставьте систему автоматизации, да, там, ваш бизнес в ресторан. Я говорю то, что есть ли у вас проблемы с выручкой заведения, либо давайте мы вам поможем составить меню, как нанять персонал, там, как снизить косты, да, там, еще. Вот, то есть такие какие-то общие моменты, которые могут зайти всем, абсолютно всем, кто потенциально занимается бизнесом ресторана. Вот. Я, соответственно, показываю рекламу, то, что, вот, типа, скачай топ-10 советов по тому, как повысить выручку в своем бизнесе. Люди, соответственно, видя это, эту рекламу переходят, их кидают на мини-лейнинг, да. На мини-лейнинге, соответственно, которые имеют оффер конкретный, то есть вот, получается, там, скажем, топ-10 ошибок начинающего ресторатора. Там, получается, заголовок, видео, описание и call-to-action, оставить заявку. Вот, человек оставляет заявку, после этого, что происходит. Ему в email, либо в messenger, в зависимости от того, какой он выбрал способ коммуникации с нами, ему прилетает этот PDF, там, соответственно, это польза для клиента. То есть он получает пользу, и десятым пунктом в этом PDF как раз написана автоматизация. То есть чтобы тебе повысить выручку, либо снизить косты в своем ресторанном бизнесе, тебе нужно поставить автоматизацию. То есть мы постепенно начинаем человеку продавать идею того, что нужно поставить себе автоматизацию. После этого, соответственно, мы начинаем его кормить отзывами. То есть в авторежиме, то есть это, получается, мини-автоворонка такая, ему начинают присылаться кейсы людей, реальных людей, реальных клиентов этой компании, которые поставили себе эту систему автоматизации, у них реально пошли дела в гору. То есть что происходит? Сначала был общий запрос. То есть типа вот у меня низкая выручка в заведении, я хочу, естественно, ее повысить. Все, он прошел, скачал чек-лист, после этого у него уже есть минимальное такое понимание того, что автоматизация ему может помочь. Он видит дальше примеры людей, которые себе внедрили автоматизацию, и у них бизнес попер. То есть здесь получается социальное доверие. Социальное доверие – это самый мощный триггер, который сейчас существует в маркетинге, потому что мы все люди социальные. То есть мы не homo sapiens уже, мы homo social. Если мы видим, что у соседа, скажем, новая машина, новая квартира, мы, естественно, к нему подойдем, скажем, слушай, а чем ты занялся? Неужели со ставками на спорт, либо как ты это делаешь? Он говорит, а я, слушай, вложил деньги туда. То есть мы всегда находимся в группе, мы социальные люди, то есть мы часть социума, часть группы социальной. То же самое здесь, то есть когда люди, предприниматели, видят, что у одного пошел бизнес в гору, у второго, у третьего, они сами себе начинают продавать идею того, что автоматизация – это хорошо. Параллельно с этим что происходит? Я проработал точки касания с отделом продаж. Отдел продаж, естественно, до этого просто звонил по заявкам, впаривал, типа, на, купи, 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 да, и конверсия была, ну, минимальная, там, 10-15% в закрытии из заявки. То есть у них стоимость клиента выходила, там, 5 тысяч рублей. То есть у них юнит-экономика вообще не сходилась. Вот, потому что у них поставить этот сервис стоит полторы тысячи рублей в месяц. После этого, соответственно, как только мы вот это внедрили, я отделу продаж сказал, что вы не продаете, вы консультируете. Вот, и мы позиционировали себя таким образом, что мы бесплатные помощники ресторанному бизнесу, да, то есть, типа, такие консультанты. То есть вот люди звонили по заявкам, которые оставляли, кстати, на сайте, где они скачивали PDF, там есть еще редирект, где человека просят заполнить анкету. Заполнить анкету, рассказать больше о своем бизнесе и, соответственно, записаться на бесплатную консультацию с нашим специалистом. Ну, типа, специалист, на самом деле, это менеджер по продажам. Вся эта информация, естественно, поступает вместе с заявкой со статусом новым в АМСРМ. В АМСРМ, соответственно, получается, добавляется новая заявка, новый статус, менеджер звонит и начинает общаться с клиентом. Не продавать именно общаться, то есть выяснять, какая ситуация у клиента сейчас, какие потребности, какие мотивы, какие страхи. Он это все прорабатывает. После этого он кидает ему еще полезную информацию, какие-то кейсы по автоматизации. Таким образом, мы постепенно человеку продаем идею того, что нужно поставить систему автоматизации. То есть здесь, получается, вместо одного касания влог продажи рекламы мы сделали 10. И за счет этих 10 касаний мы снизили стоимость заявки в 10 раз. Я считаю, что это круто. Это как раз-таки использование определенных психологических триггеров, то есть определенных правил маркетинга, правил общения с людьми. Почему это работает? Потому что, вот скажем, взять пример общения мужчины и женщины. То есть я люблю эти примеры, они более демонстративные. Вот скажем, возьмем мужчину, возьмем женщину. Мужчины же в начале отношений, если ему женщина нравится, не подойдет, не скажут, слушай, пойдем сексом займемся. Правильно? То есть в первый день. Ну да, какая-то часть женщин согласится, но это называется случайные продажи. То же самое, как в бизнесе. Если у вас есть там 1-2-3 продажи, которые хрен пойми откуда капают, это вот как раз про это. То есть люди, по сути, у них уже был сформирован спрос, запрос. И предложили бы вы, либо кто-то другой, неважно, они просто хотели закрыть себе потребность в этом. Мы это не берем, потому что на таких продажах мы систему не выстроим никогда. Нам нужны систематические продажи, чтобы понимать, сколько у нас идет на офис, на сотрудников, на рекламу, реинвестиции и так далее. То есть мы должны четко понимать, сколько у нас конверсий на каждом этапе и сколько нам приносит клиент потенциальный. Поэтому, соответственно, нужно все это просчитывать и использовать не в лоб продажу, а несколько касаний. Возвращаясь, к примеру, мужчина и женщина. То есть он сначала с ней просто знакомится. Когда мужчина знакомится с женщиной, что он делает? Он показывает себя с лучшей стороны. Он же не будет говорить, что слушай, на первом седании, у меня там было 100 женщин до тебя, у меня там особо отношения не клеятся. Он же не будет про это рассказывать, правильно? Он себя с лучшей стороны показывает. То есть он какой он там, брутальный, уверенный в себе, у него хобби есть, скажем, какое-то, он там шахматы играет, либо спортом занимается. Второе касание. Они идут в кино. То есть в кино они все ближе и ближе друг к другу. То есть они друг друга узнают, доверяют. То есть важный момент фактор доверия. То есть если у вас не покупают что-то, то вам либо не доверяют, либо нет ценности вашего предложения. И постепенно, соответственно, через несколько касаний происходит половое сношение. Дальше, возможно, семья, дети и все хорошо. То же самое с клиентами. То есть если вы клиенту в лоб говорите, купи у меня, при этом учитывая, что у нас баннерная слепота, то есть у нас уровень осознанности клиента потенциально в интернете, он супер низкий. То есть люди, они вообще не воспринимают сейчас рекламу. То есть если вы просто шлепаете рекламу, показываете ее где-то на ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, ну, оно так уже не работает. Поэтому нам нужно выстраивать цепочку касаний. Скажем, если брать мой пример. Почему, скажем, сейчас все ринулись в личный бренд? Потому что личный бренд, он закрывает как раз множество вот этих моментов, триггеров в голове человека, которые помогают ему принять решение. Если взять меня, мой пример, я сейчас не пускаю прямую рекламу ни на сайт свой, ни на обучение. Почему? Потому что я понимаю, что мне сейчас нужно вкладываться в социальные сети, в Инстаграм. То есть я вот шесть месяцев назад, когда начал заниматься своим личным брендом, я вложил туда миллион семьсот рублей, и мне эти деньги уже окупились за счет новых клиентов, за счет обучения, консультаций, выступлений, как здесь, конференция. То есть как это происходит? Человек подписался на меня, читает мне примерно плечо сделки два месяца. То есть два месяца он греется, что-то его триггерит. То есть, скажем, я там написал про что-то, ему понравилось, все, хоп, он запомнил, все, Макс классный, тут прикольно. Так вот постепенно-постепенно у него растет кредит доверия ко мне, как к специалисту. И после этого он сам мне пишет, говорит, слушай, Макс, давай поработаем, либо дай я у тебя обучусь. Так же оно и работает в любых бизнесах. То есть как бы если вы продвигаете свой бизнес через личный бренд, через социальные сети, то вы супер должны быть лояльны для клиента, супер открыты и искренни. Очень важно понимать, что искренность сейчас на вес золота, потому что люди устали от оболочек красивых, от пыли в глаза, от обмана. Им хочется живого общения. Поэтому Бузова сейчас в топе, а Партнягин сейчас в топе. Потому что Бузова, какая она есть, она себе и показывает. И это видно. Еще я это называю ферк Станиславского, верю ли бы, не верю. У меня это искренне происходит, мне поэтому получается. И поэтому ее зовут выступать, она поет, ходит на ее концерты. Я сейчас не беру про ее вокальные данные, но факт того, что она сейчас хайпит. То же самое с вашими бизнесами. То есть если вы хотите себе лояльную аудиторию, вам нужно создавать фанатскую базу. Фанатскую базу людей, которые у вас потом через 2-3 месяца купят. Не надо сразу пытаться им что-то впихнуть и продать. У них этот спрос должен сформироваться, как вот здесь. На этой карте вы видите кучу касаний, которые мы производим. Тут еще я не рассказал про догоняющую рекламу. Куча всего на самом деле, чтобы мы объяснили человеку, продали идею того, что ему это надо. Скажем, взять самый мой нашумевший кейс, это Тони Робинс в Олимпийском. И я 2 года занимался формированием бренда Тони Робинс в России, в СНГ. И только за счет этого мы смогли собрать Олимпийский. Потому что когда меня позвали в компанию МедПартнер, где я был директор по маркетингу, который занимался, соответственно, вывозом русскоязычной делегации по всему миру. То есть я за эти 2 года покатался там, был и в Сингапуре, и в Лондоне несколько раз, в Нью-Йорк, Австралии, Амстердам, везде побывал на его семинарах, тренингах. И в эти 2 года я чем занимался? Я не занимался прямой рекламой, я занимался формированием сообщества. То есть я формировал лояльную базу людей. Получилось, когда я приступил к работе, было 5 тысяч подписчиков суммарно по всем социальным сетям. Когда мы начали работать по Олимпийскому, было 400 тысяч подписчиков. То есть понимаете, это большая потенциально горячая аудитория, которые сказали, слушайте, теперь вам не надо ехать на Тони Робинсон в Лондон, платить за визу, за перелет, за проживание. Вообще там как бы не у всех есть возможность вырваться из бизнеса на 2 недели, чтобы поехать на тренинг. Он приезжает в Москву, все. И мы в первый день именно поэтому сделали 7 тысяч продаж на общую сумму 75 миллионов рублей. То есть это охренеть, да? Просто за счет СММ. Вот просто вдумайтесь. То же самое здесь. То есть личный бренд. У меня Инстаграм в основном, да? То есть я оттуда, у меня каждый день сыпятся заявки, предложения какие-то, выступить, поработать. Оно работает потому, что люди, опять же говорю, они со мной как будто знакомы лично, потому что я выкладываю сторис, я рассказываю, что я ем, что я пью, где я бываю, что я думаю о политике, об отношении мужчин и женщин, о психологии, о маркетинге. И люди все это читают, думают, он свой, все, этот чувак, он точно. То есть такой эффект друга получается, да? И после этого я при этом в личке со всеми общаюсь, там, отвечаю на комментарии. Таким образом я замещаю эффект. То есть я не могу же лично с ними, с каждым познакомиться, со всеми этими стами тысячи людей, которые на меня подписаны. Но вот таким вот образом там выложил видео, посмотрели интервью, еще хоп. То есть где-то они как-то вот со мной касаются. То есть в Фейсбуке, в Ютьюбе, в Инстаграме, в Телеграме, там, еще где-то. И вот определенное количество касаний их подводит к тому, что можно что-то купить у Макса. То же самое у вас в бизнесе. То есть если вы чем чаще будете касаться своей аудитории, давать им пользу, рассказывать о себе. В каждом касании закрывать какие-то возражения людей, да? То они сами к вам прибегут и купят. Вот. Есть ли какие-то вопросы по этой теме? Отлично, Макс. Очень хорошо все рассказал про касание. Ждем вопросов в чате от зрителей. Так, сейчас я туда остановлю экран. Стоп-шер. Есть. Так, вот ссылка, так понимаю, на комментарии. Да, да, по этой ссылке можешь перейти в чат. Так, Максим, умница, куча идей, спасибо большое. Очень приятно. Так. Так, но вопросов пока нету. Да, но в любом случае ссылку на твой Инстаграм мы уже в чате опубликовали. Все, кто хотел подписаться на тебя, подписались. И я думаю, что если возникнут вопросы, то они будут задавать их уже в личном сообщении, наблюдать за своим развитием, за тем, что ты делаешь и как ты помогаешь бизнесам расти. Я, что последнее, хочу сказать, то, что тема, на самом деле, очень обширная. То есть, понятное дело, у меня, скажем, есть курс обучения по маркетингу. Я там два месяца это все людям объясняю. То есть, у меня уроки по три часа, 25 уроков по три часа. Сейчас у меня в режиме 20 минут нужно вам как-то вот направить ваши мысли в нужное направление. Совет, который я вам дам. Не надо гнаться за фишками. То есть, вот последние пять лет, которые я работаю в маркетинге, я заметил такой момент, что люди очень падки на всякие фишки, типа, там, автоматизации, автоворонки, там, всякие сервисы, Лилу, Сендер, Гамаюн, там, не знаю, куча их уже, этих сервисов. Люди забывают о том, что это инструменты. Это инструменты воплощения вашей big idea, вашей стратегии, вашего месседжа, который вы направляете людям. Это инструмент, это не прерогатива, это не самое важное, это не фундамент. Фундамент, это как раз-таки о чем писал Котлер, о Гилви, там, не знаю, вот я сейчас изучаю пиар-инструменты Геббельса и Бернейса, да, то есть, почитайте этих людей. Это как раз-таки фундамент, который вам нужно изучать. То есть, мы все побежали настраивать рекламу в таргете, да, у кого-то получилось, у кого-то нет, и мы думаем, вот у нас не сработала таргетированная реклама, либо контекстная, потому что мы неправильно настроили. Нет, поверьте мне, если у вас охренительный продукт, то есть, он очень классно упакован, понятно позиционирование, понятно, что вы людям предлагаете. У человека в голове закрываются три вопроса, куда я попал, что мне предлагают, зачем мне это надо. Четкая ценность, то есть, ценность превалирует цену. Вот, то как бы вы рекламу не настроили, поверьте мне, люди вас купят. Это то же самое, как, вот знаете, есть несколько уровней конкуренции. Возьмем первый уровень конкуренции, это конкуренция за наличие. То есть, если вы продаете бананы где-нибудь в Чукотке, то вы на первом уровне конкуренции находитесь. Помимо вас, никто бананы вряд ли не продает, то есть, вы единственный человек. То есть, вы, по сути, у вас конкуренция по уровню наличия товара просто. Такого, конечно, не бывает, это как голубой океан. Второй уровень конкуренции за цену. Появляется другой чувак в Чукотке, который тоже продает бананы, но у него бананы дешевле, чем у вас. Вот, это конкуренция на уровне цены. Третье, это на уровне сервиса, на уровне эмоций и на уровне опыта клиентского. Вот это самый такой прям, короче, маркетинг сотового левела. Это когда вы, будучи более дорогим, чем ваш конкурент, да, там, продаете что-то, что людям... То есть, когда люди покупают айфон, они покупают не телефон, они покупают эмоции, они покупают определенные социальные триггеры, социально значимые моменты для себя. То есть, я могу, я могу себе позволить айфон. Я себе как... Я таким образом как-то фоню в обществе. Я говорю, ребята, у меня айфон, то есть, считайте с меня определенные моменты, да, социальные, скажем. Почему люди в ЦУМ закупаются? То есть, не знаю, там, кто с Москвы, кто нет. Вот в Москве есть торговый дом ЦУМ, где одежда стоит, ну, хрен, ну, тучу денег, я там работал, будучи студентом. Я удивлялся, почему люди туда приходят, покупают кожаную куртку за 100, 200, 300 тысяч рублей, при этом где-нибудь в Аутлете во Франции эта куртка стоит в 10 раз дешевле. Не потому, что им лень ехать во Францию, хотя это тоже, возможно, фактор. Потому что они это покупают за счет того, чтобы выйти потом на улицу с этим черно-оранжевым пакетом и сказать все улицы, я могу. А еще запилить сторис, сказать, вот у меня, типа, я закупаюсь в ЦУМе. То есть, таким образом, они получают психологические поглаживания и чувство собственной важности. Вот это вот... Чувство собственной важности, по сути, это самое важное после... Вот если вы Фрейда изучали, у Фрейда все основано фундаментально на сексе, да. Сейчас, я думаю, что помимо секса, если по пирамиде масла уйти, то дальше это чувство собственной важности, нужности, да. Важности, нужности. Вот если мы будем, если мы научимся играть на важности и нужности людей, потенциальных клиентов, то мы станем миллиардером. Вот что хотел добавить. Супер. Максим, ну, большое спасибо за такое концентрированное и очень полезное выступление. Вопросы спрашивают, можно ли будет получить подчетчую презентацию. Но я, как понимаю, речь про кейс как раз. Да, я скину. Да, все, спасибо большое. Все, еще раз тебе успехов, еще раз спасибо за участие. Спасибо. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok